В школах области отзвенели первые звонки. Начался новый учебный год. А вот в департаменте образования звонки совсем не умолкают. Телефонные. В понедельник чиновникам даже пришлось организовать горячую линию. Вопросы самые разные. Их задавали учителя, родители, бабушки и дедушки. Молодой преподаватель английского поинтересовалась, на какие льготы она может рассчитывать при покупке жилья. Девушки рассказали о новой программе «Ипотека для молодых». Эта программа в ближайшее время будет запущена. Имеется в виду предоставление ипотечного кредита и оплата первоначального взноса в размере 20% от стоимости кредита за счет федерального бюджета и за счет областного бюджета. Проблема всегда актуальна. Низкая зарплата педагогов дошкольного образования. Долгожданное повышение все же грядет в январе 2013 года. Президент поручил довести оплату труда этой категории граждан до средней зарплаты в системе общего образования по региону. В Ивановской области это примерно 12 тысяч рублей. Речь идет именно о педагогических работниках, музыкальных руководителях, инструкторах, физической культуре, собственных воспитателях, методистах. А вот что касается младшего обслуживающего персонала и вспомогательного, то повышение заработной платы этих работников касается всегда, когда идет повышение заработной платы в целом в бюджетной сфере. Кстати, с 1 октября 2012 года для всех работников бюджетной сферы предполагается повышение заработной платы на 6%. Один из самых тревожных звонков поступил от родителей, чей ребенок учится в 39-й школе города Иваново. По словам звонившей женщины, там у 11-ти классников нет уроков истории и математики. В департаменте предположили, что такое возможно только на первых вводных неделях. Также родительница рассказала о недоброжелательном отношении руководства школы к своим воспитанникам. Напомним, что в марте этого года именно ученица 39-й школы покончила жизнь самоубийством. Причиной суицида стал конфликт с учителем. Таким был самый распространенный слух. В 39-й школе, вы понимаете, ну какое-то, я не знаю, вот холодное отношение. Вот ладно, день прошел и ладно. Ну почему? Услышали мы вас. Мы вас услышали. И, конечно, ситуация, честно говоря, я как начальник департамента расцениваю ситуацию возмутительную. Конечно, ситуация просто очень серьезная. И сейчас мы поставим вопрос перед учредителем 39-й школы. Это город, администрация города Иваново. Накалил телефон горячей линии разговор с родительницей из Кохмы. Там во второй школе нет групп продленного дня. А для матери-одиночки эта трагедия практически вселенского масштаба. Департаменту образования в случае бездействия женщина пригрозила «Единой России» и программой «Пусть говорят». Однако, скорее всего, перед Андреем Малаховым Кохме держать ответ не придется. В Кохомской администрации с проблемой знакомы. Несколько бюджетных групп собираются открыть на базе центра внешкольной работы. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.